5 градусов тепла в начале сентября в этом году против 30 градусов 10 годами ранее. Такая разница ощутима и не может не вызывать у жителей много вопросов. Станислав Дробышевский, известный антрополог, исследует причуды природы с помощью научных изысканий. Много-много наук, да, и это просто, как бы, ну, действительность. То есть, вот, насколько мы можем это узнать, мы это узнаем, и можем сделать предсказания, что может быть в будущем, ну, и, соответственно, выводы для себя, как нам в этих условиях себя вести. У любой науки вообще абсолютно должна быть некая предсказательная ценность, такая прогностическая, то есть для того, чтобы, ну, применить это на практике, и у истории она более чем очевидна. История самая жизненная из всех наук, уверен ученый. Ведь наша жизнь циклична, ледниковый период был на земле и не раз. Все хихоньки-хахоньки, там, ой, там, на градус меньше, вот, да, через 10 лет, глядишь, уже сидим на леднике и там сосульки сшибаем сушей. Дробышевский с юмором рассказывает самарским зрителям, как выживали в суровых условиях наши предки. Все-таки было интересно узнать, как выживали наши предки, с какими проблемами сталкивались, как их преодолевали. Являюсь поклонником Станислава Владимировича и узнал о нем в сети интернет. Очень нравится, что он часто отвечает на какие-то актуальные вопросы и расставляет все точки науке и с точки зрения науки. Увидел, что будет Дробышевский, тут же прилетел, потому что настолько популярная личность в Самаре, невозможно упустить. Он так завораживающе объясняет какие-то научные вещи, невозможно не понять. Один из секретов выживания, который раскрыл оратор – правильное питание в условиях природного катаклизма. Тема вечная, но голодным современный человек не останется при любых обстоятельствах, уверен ученый. Мария Левина, Николай Епифанов, События.